Раф, Давид, шалом. Хотела вам задать вопрос. Как изучение Тора и исполнение заповедей влияет на здоровье человека? Шалом, Рина. И вопрос, конечно, непростой и очень ёмкий. Но перед тем, как на такой вопрос отвечать, я хочу сделать две оговорки. Во-первых, если у человека есть какая-то медицинская проблема, проблема со здоровьем, в первую очередь он должен идти к врачу, обследоваться и решать вопросы медицинским путём. То есть не начинать лечиться Торой, а именно медицинским путём. Вторая оговорка, что по этому вопросу есть очень много информации, очень много книг написаны о взаимодействии между Торой и медициной. Например, Рамбом, известный мудрец Тором, был врачом. У него тоже есть очень много книг о медицине Тора. Но я повторяю, отвечу на этот вопрос. В общем, глазами царя Соломона. У него есть такая притча «Кихаим Эм Лемоцеем Улихоль Псаро Барпе». Что жизнь, она для тех, кто выносит её наружу, и всякую плоть она лечит. Да, такая непростая притча, нужно понять, о чём она говорит. Что значит жизнь, она для тех, кто выносит её наружу, и каким образом она лечит, как вообще изучение Торой может вообще влиять на здоровье. Например, человек изучает математику или физику, или изучает какую-то книгу, как это может влиять на его здоровье или не здоровье. Физическое здоровье. Да, это информация определённая. В Талмуде, в трактате «Ерувин» есть два объяснения, то есть два разных уровня объяснения этой притчи. Первая вещь, это имеется в виду, что Хаим Эм Лемоцеем, что это жизнь для тех, кто её выносит наружу, имеется в виду, что человек должен изучать, когда изучают Тору, он должен это делать вслух. То есть не просто смотреть на текст и продумывать его. Проговаривать сам себе? А именно обязательно проговаривать текст. То есть изучение Торы, это когда человек не смотрит на текст, а проговаривает его, неважно, это устная Тора, или это письменная Тора. То есть не обязательно кому-то, просто себе? Да-да-да, кому-то или сам, он всегда должен это проговаривать, чтобы уши слышали то, что он учит. Теперь, что происходит в этот момент? Как это может повлиять на здоровье? Смотрите, человек, когда рождается, то в него заходит душа. И если человек умирает, то душа из него тоже выходит. То есть в этом и есть смерть, что душа выходит из тела. Мы даже знаем, что когда человек идёт спать, то большая часть его души выходит, остаётся только... Он всё равно живёт. Как говорят о нашей 60-е смерти. Да-да-да. И поэтому нужно утром опять вставать, делать омовение рук, опять благословлять утренний проход, чтобы он как будто заново родился. Душа, она ещё... Когда человек в утробе матери, душа, она... У неё нет ограничения. Она видит всё, что происходит в мире, слышит всё, что происходит в мире. Но когда заходит в тело, она начинает видеть через глаза человека. То есть у человека зрение минус три, то она видит его глазами. Она слышит его ушами. То есть у человека проблемы со слухом, да, или там у человека проблемы с пониманием, то она слышит через его ушами. Да, обаяние тоже через его нос. То есть человеческий организм – это тот футляр, куда помещается душа, и какой футляр выдан, так она и... Да, так она и видит, да. Так она видит, слышит, так получает. И вот в момент... Но в принципе она... Она как бы отвечает, вот как есть сердце внутри организма, так и душа, она отвечает за всё... За всю жизнь организма тоже. И вот если у человека, допустим, не поел, должен кушать всё время, да, правильно питаться, то же самое должна быть ему духовная пища. И вот когда человек учит Тору вслух, душа получает свою пищу, и она влияет на все, даёт силы, даёт энергию, такую духовную, всем органам тела. Сразу. Да, вот мы привыкли к этой фразе о здоровом теле, здоровый дух, а царь Солом пошёл научить другому, что когда здоровый дух, это даёт энергию, силы, здоровье добавляет всему организму. Это первое объяснение. А можно я добавлю тут, Равдавид, что такую интересную мысль слышала, хочу просто поделиться, что в Торе 613 заповедей, да, 248, которые предписывают, и 365, которые запрещают. И также в организме человека в общей сложности 248 – это органы, и 365 – это кровеносные сосуды, вместе 613. То есть получается, каждая заповедь отвечает за орган, так? Вы сейчас подходите ко второму объяснению этой притчи. Да, что вы... То, что написано, что жизнь, жизнь, она для тех, кто её вносит наружу, первое объяснение – это читать вслух, а второе объяснение – это исполнять её. Да, и вот есть такие книги, например, 400 лет назад в Сфате Рав Элезер Аскари написал книгу на Веса-Сефар-Харадим, где он описывает, какой орган отвечает за какую заповедь. Вот как вы сейчас сказали, что есть 248 органов, которые, соответственно, есть книга, которая прописана, какой орган отвечает за какую заповедь. И вот когда человек, например, сердце, каким заповедем сердцем делает. Написано, люби ближнего, как само себя. Или написано, нужно любить Гера. Да, глаза, когда мы смотрим на цицит. И женщины, и мужчины? Не важно. Ну да, когда смотрят на цицит, да. То есть, когда, допустим, человек встаёт перед родителями или встаёт перед учителями, то ноги. Когда он веселит жениха и невеста на свадьбе, то тоже ноги работают. А если он всем телом веселит, танцует, тогда ещё и руки задействуют и другие. Например, когда он учит девариатура, то его губы, его зубы, его язык, они всё задействованы. И наоборот, если человек следит, чтобы не говорить сплетни, лошонара, засловия, то он охраняет тоже свои зубы и так далее. То есть, мы знаем, например, у Хефицхайма, старости, такой мудрец Хефицхайма, у старости были все зубы очень хорошие, цельные, потому что он следил, никогда не говорил за словами. Понятно, что если человек болит зуб, он должен идти к гонтисту, к зубовому врачу, он не может просто лечиться. Добрыми словами. Но тут имеется в виду в этой притче, что если человек, например, делает какие-то митцвет руками, глазами, это добавляет его глазам силы, здоровья, зубам здоровья. Здоровье, то есть, меньше будет проблем, потому что всегда любая болезнь физическая, она начинается на духовном уровне. И когда человек следит, он делает своими руками, своим телом какие-то заповеди, то он укрепляет на духовном уровне эти органы свои. И поэтому меньше шанс, что они заболеют и будут какие-то проблемы. То есть, это аспект. То есть, если человек уже заболел, то, конечно, уже рука болит, надо идти к врачу и решать на физическом уровне вопрос. Но можно укрепить все на духовном уровне, потому что здоровый дух, то и тело тоже оно здоровее. И тогда это поможет очень для здоровья, для всего нашего здоровья. Правда, Вита, вот еще такой вопрос у меня возник. Если органы 248, 365, как я говорю, сосуды, в наше время не все заповеди удается выполнить. Получается, какие-то органы остаются без такой поддержки? Да, это правильный вопрос. И Талмуд задает этот вопрос. Например, человек, он не коин, он изначально не может приносить жертвоприношение. Или есть митцвот, который относится только к определенным людям в определенных ситуациях. написано про это, что если человек изучает эти заповеди и хотел бы их исполнить, ему засчитывается, как будто он их исполнил. То есть тем, что он изучает заповедь, как принести жертвоприношение определенное, как будто он принес и задействовал эти органы, и он получает свет в эти органы, когда он изучает эту вещь. Хорошо, очень интересно. хочется всем пожелать здоровья и, конечно, не болеть, но и понятно, что и зарядка важна, и здоровый образ жизни очень важен, но и духовный, изучение Торы, исполнение заповедей тоже очень помогают нашему здоровью, и поэтому одно без другого не может существовать. Всем нам желаю быть здоровыми. Уважаемый Равдовит, спасибо большое за ответ. С радостью. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова